Привет всем ненасытным и насытным, с вами Максон, это 16-я часть прохождения карьеры. Почему начал так? Потому что люди хотят видео, людям не терпится, не знаю, даже пару дней, чтобы обойтись без части по карьере или вообще любому другому видео. Не было буквально, ну, поскольку я не снимал, 5 дней, это нормально. Я раньше снимал по 3-4 видео в неделю, не каждый день, так что я немного разбаловал вас турниром, после турнира все время идет активность, потом идет спад, все время так было, так что не надо. И не надо удивляться тому, что видео теперь стали реже выходить. Это нормально. Видео через 3 дня, видео через 4, всегда так было норма. У меня нет никакого расписания, меня спрашивали как-то на ютубе, как я записываю по какому-то расписанию или по фану. Как хобби, конечно, как хобби и по фану. Когда захочу, тогда запишу. Но это не значит, что если мне вообще совсем делать нечего, и я могу записать видос, я его не буду записывать. Это совсем не так. Так, мне не понравилось, очень не понравилось сравнение, которое написали в группе. Типа, я, конечно, понимаю, что дота это хорошо, но видео тоже надо делать. Причем здесь вообще дота, задается у меня, навязывается в голове вопрос. Я в нее играю только когда совсем, вот все, вечером. Когда я точно не буду снимать видео. Я видео снимаю в основном днем. Это реально не как отмазка. А почему в течение недели я не снимал, почему не мог? Ну, я уже на стриме об этом говорил. На стриме не смотрят все, смотрят вообще мало очень. Потому что я в основном только стримлю дот, там ФГХ или еще что-нибудь. Вот. Короче, поясню еще раз и больше не буду к этому возвращаться. И на будущее сразу вам скажу, пока у нас тут выходы происходят. Смакдаун напомню, мы сейчас на смакдауне. И у нас дарк матч. Ничего интересного, пока. Тюнап и Дарк Мачо. Ну, выбрали тюнап. Так вот. Короче, суть в том, что я не мог чисто по учебе. И потому что, ну, мне не очень удобно она стоит. Я могу конкретно все рассказать. Че да как, я думаю, что многим не интересно. Ну, давайте, окей. Понедельник. Понедельник я мог записывать, но я был занят записыванием сценок. На 2K, в 2K14. То есть, кто шарит, тот тоже шарит. О чем я говорю. То есть, я был занят немного. Ну, и так получилось, что снять не получилось. Хотя, подождите, понедельник это был отход, да? Прошлый понедельник. Ну, да, там 9 марта, короче, и прочее. Ну, вот я снял 9-го. 10-го выложил. Все, со вторника у меня не очень круто все идет по расписанию, по учебе. Поэтому такая вот байда. В среду я учусь вечером, днем мог я снять, но, опять же, был занят либо сценками, либо еще чем-то. Поэтому не выходил у меня. И просто запомните, что если видео нет, значит, я его не могу снимать. И я же много раз в последних особенно видео рассказывал, что если вы хотите узнать, когда же будет видео, то я вам не смогу ответить. Потому что я не знаю, когда я буду записывать. У меня нету никакого расписания. Как получится, так получится. Но я стараюсь записывать по возможности. Это уже, по-моему, выучили тот, кто в группе как минимум давно. И на канале те уже прекрасно это понимают и не задают тупых вопросов. Так что, если вы относительно недавно, я понимаю, что вам хочется смотреть, хочется видео новых. Потому что, если долго нету, то пропадает интрига. Кто-то написал там вот сегодня, буквально недавно, что вдруг может быть такое предположение, что я специально подогреваю интерес. Да нет, я вижу, что если я буду каждый день запиливать видео, мне и на следующий будут писать, когда уже следующая часть. Ну, конечно, не все, потому что так же не у всех людей есть время. Ну, и учитывая, что я не в школе учусь, а в институте, у меня на это тоже будет уходить очень много времени. Это пока еще сейчас более-менее. Но и то, видите, не получалось. Ну, ладно, завязываю я с этой темой. Дальше будут, конечно, тоже такие моменты. Но не стоит на это сильно обращать внимание. Нет видео, значит, я занят. Есть видео, значит, я не занят. Все. Вопросов, думаю, не будет. И дота здесь абсолютно ни при чем. Поэтому люди, считающие, что это чисто из-за нее, я не записываю. Вы реально жестко ошибаетесь. Вы выглядите просто дурачками на этом всем фоне. Я, конечно, понимаю, что я в нее играю. И кто-то может сказать, вместо того, чтобы поиграть в доту, ты можешь записывать видос. Может быть, это и так. Но я говорю еще раз, что я в нее играю в основном прям вообще вечером, когда я прихожу усталый с института. Я когда запарился, я не буду записывать видео, потому что оно будет вот такое вот так. Кори Грейс борется со мной. Отличная тычка. Ну, нужно показать, конечно, хороший рестлинг. Что-нибудь сейчас. Вот, скуп слэмник. Просто бросим его. Это обычный слэмник. Прыгнем на него в задницу. И будем дальше драться. Нет, так, конечно, не круто, но... Может быть, кому-то и нравится. Ну, короче. Эту тему я уже, сколько ни снимая видео, затрагивал кучу-кучу раз. И нет настроения лучше не снимать. Считаю, что это правильно. Так. Нифига себе. Пин. Пин. Вырываемся из Кори Грейса объятий. Из-под него вылезаем и продолжаем мочиться. Ну, и не забывайте про личную жизнь. Тоже она у всех есть. Так что все хорошо. Самое главное, что 16-я часть вышла, и никто никуда не пропал. Все нормально. Люди... Ну, давайте уже ближе к теме, которые пишут, что мне нужно все-таки, блин, становиться фейсом, потому что там происходят другие интересные штуки. Ну, блин, если вы смотрите других каких-нибудь обзорщиков или, ну, летсплееров, которые снимают рестлинг, и у них там, там, американский, не американский, и у них все по-другому не играют фейсами, это не значит, что все так должны проходить. Мне хочется пройти за Хиллой, и раз уж я начал, то мне интересен сюжет этот. Я не хочу фьюдить там Синой с щитом, играя за фейсов. Ну, блин, вы можете найти на Ютубе других чуваков, играющих так. Я хочу пройти за Хилла. Что-то какое-то ненасытное у нас Кори Грейс, что-то все лезет ко мне и лезет. Что-то пристает. Так, Хурикан Рана, ну, это Франкенштайнер скорее, да? Раз, два, и переворачивает нас обратную сторону Кори Грейс. А что-то как-то странно, полосочки-то сейчас, ну, разница большая была, как двигается моя полоска, потому что сначала она вроде медленно копится, а тут теперь жить-жить-жить как шустренькая летает. Сигнатурка есть у меня, неожиданно как-то я трендил-трендил и заработал. И проводим Double Hook Under... Блл... Я всё спутал, короче Double Underhook Пилдрайвер У нас есть чарж-финишер, мы можем это забацать, но Не забываем, что я себе ставил какие-то Интересности, штучки-дрючки И попробую я сейчас ими воспользоваться Но немного не туда, я запустил Кори Грейса и вот так тоже хорошо Бросок такой ему Забацали Но я хотел Я, точнее, мог даже сделать немного другую штуку Но не получилось так понял с колена бьет просто непривычно он редко у кого стоит такая штука когда так подходит и бьет с колена я могу сделать просто вот так вот подкинуть я не могу подкинуть а знаете почему я буду прыгать я буду прыгать и чего это он ушел туда ну-ка братишка вернись ау подловил меня кори грейвс я хотел как бы подкинуть его и сделать ему то чему я обучился пусть назовем это обучение в performance центре да грубо говоря конечно же это не так но за бабу леса мы выучили новую способность мы сходили в школу шоу линь и теперь мы умеем людей как перышки подбрасывать вверх и делать им боль доставлять им неприятности короче вы понимаете надеюсь о чем я если нет то ну блин сейчас поймете когда я сделаю то что я хочу сделать но я думаю что даже глупец это понял потому что вот эта штука и ссо у пьер ухо 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 ни хера его переконтузила пауэр пин тут безусловно должен эй канаты нет факт но это обидно но зачем макс перевернул в ту сторону кори грейвса щенок ты чё так ну это и согласитесь это было классно вы видали как он согнулся офигеть просто офигеть пойдем со мной поговорим ой на все равно я всадил кори грейсу сигна есть у меня я хочу ее забацать но это не то это хули реконрана вставай мужик с тобой будем биться биться как рыцари рыцари света воины света я не знаю а чё ему вообще пофигу я его ударил вроде бы но нет мне прилетает в пузей с коленки вскоре грейсом нужно быть аккуратным мало ли сейчас себе сигну заработает и проведет ее нам да еще не смотрю любит пинчики делать суплекс но это просто суплекс но я немного ошибся хотя как ошибся я думал что макси но не будет так переворачивать я мог отбежать конечно или сам оттащить как это часто делают компьютер в смысле комп который играет против нас оттаскивает просто в центр и делает что и что нибудь реверсируем мы зарабатываем себе отличные бусты если это можно так называть здесь будет ddt ну вот как смотрите мне говорили нажимать r2 и l2 когда чувак шатается я нажимаю ну-ка и он побежал куда же побежал макси меня обманули я знаю что когда чувак не шатается просто стоит можете нажать крестик и вести его на l2 и r2 а вот так что это не получается если нажимаю захват то он ему что-то проводит поэтому я не знаю мне немножко тяжко проводить приемы вот вот она сигнатурка что с реверсировала оп оп катер с такой вот стороны вам с такой камеры а нормально хорошо я думаю рэв что-то там спрашивает у кори грейвса но нам по барабану что у него там происходит в голове потому что мы приготовили для него ага ага end of days пин следует сразу же нам показывают еще повторы смакдауновские и каната здесь не будет 1 2 3 отличная победа мне очень понравился супер кик который я провел кори грейвса прям прям мах еще бы показали его здесь но я думаю что не покажут хотя вот ну как и на это было самом начале практически на сублекс на это уже м по моему после а нет я это еще один пиздача да если покажут супер кик это будет вот она обувь обувь а офигеть как он складывается конечно классно но жаль что после этого не последовал удачный пин это будет как то выглядело более менее целесообразно что ли мне не знаю как то правильнее лучше назвать но пусть целесообразно ну и конечно же end of days который после которого не смог вырваться кори грейвс отлично нам даже принципе таминус нука не понадобилось нужно все-таки снять я думаю тут второй ремень потому что он выглядит немного тупо но уже имеющимся ремней это все равно что на на штаны надеть носки ладно давайте дальше смотрим что у нас будет происходить по событиям я напомню что у нас в прошлый раз немножко голдаст с мистерию на нас выкобенивались но мы вроде как выбрали себе путь по которому пойдем да ладно грейд из оффолтаем нифига себе но смотрим что фолловеров по 25 тысяч прибавилось скиллпоинтов 2000 и виртуал кюринси селари 9000 нормально но у нас матч бла-бла-бла-бла викигрер о новый новая шмоточка у нас открыто это некст арена и билдем от да ладно он да ладно есть и рестлер билл билдем от здесь в игре в смысле а я что не знал ну ладно много раз последнее время высказывался насчет игры что она была бы может быть уже сразу легко воспринимаемой если бы она вышла сразу со всеми deals и которые вышли там еще вознесения да вот эти вот сейчас новые персы типа но не знаю если бы все это сразу так вышло то может быть было прикольно может быть так и так прикольно но я иногда задумывался так что блин пойду поиграем может быть в онлайне такой думал блин на кем играть то ведь тут ты не охота окей но у нас все должен будет открыться да нам нужно проходить все это кстати мне даже чисто интересно я вот час прям при вас зайду и мне просто хочется знать процент в шоу кейсе там отображается то что я скачивал или или не отображается я сейчас выиграть конечно не будут так процент не понял хасал арт лоя 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 льти дизреспект это понятно без фрэнд беда энэмис мы прошли а еще вот здесь есть сложность кстати так что не надо говорить вот кровь включается яс а почему здесь нету того что я еще докачивал сюда зайти надо или чё вот халов пэйн это у нас марк генри марк хенри как я привык называть nxia rival это новенькая да получается а еще один а ван ван мормач так я приобретал типа я не загрузил ее да ну все пусть грузит короче тогда все понял 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 свою ошибку потом добавится сюда и мы еще потом сыграем ван мормач противостояния рандертона и кристиана ну не знаю я тут пас подумал так немножко раз уж нам говорили что карьера долгая может быть не начать все таки постараться параллельно снимать еще то что я хотел там шерлок там вэлентайн вэлентайн или как там сердц короче вот эту штуку ну вы поняли я все не могу запомнить блин надо по-русски перевод посмотреть и и буду по-русски говорить вот чем-то из них начинает проходить но если вы сейчас задумались так блин а это же повлияет на карьеру ты ее будешь еще меньше снимать нет никак не повлияет при возможности записи я сначала буду записывать именно карьеру а если еще будет оставаться время я буду делать игру следующую потому что как бы когда вы играете в две разные у вас немного мотивация тоже разная после сыгранной допустим ну если вы сейчас опять же подумали ты можешь записывать карьеру быстрее только потом будешь проходить там всяких шерлоков что-то там хочешь ну то есть записал видос если у тебя еще есть время записывающий еще один видос по рестлингу уже там потом все ничего но нет я говорю что мотивация разная записал рестлинг потом хочется что-то другое играешь в другую игру я после две части подряд рестлинга только в кризис будут записывать ну потому что я снимаю по 50 примерно минут по часу стараюсь и как бы тяжко записывать две подряд два часа играть в одну игру я не могу на ну может и могу конкретно про рестлинг точно не могу ну да ладно next event здесь у нас все то же самое тюна в дарк матч может быть ну я уже назвать ним не смогу здесь выйти из стокс из самой игры просто хотел какие-нибудь skill point себе прибавить или же купить что то баррикад брейкер например да все таки много людей которых я спрашивал они пишут покупай себе баррикад брейкер лучше ну может быть и купим после этого матча если я не забуду но может быть что-то и произойдет после этого матча какая нибудь заставка может быть и я про все забуду то что хотел хочу сейчас но это нормально когда чё не забываю интересно заскучились ли вы по моей болтовне но удивляюсь все равно этим людям которые пишут слишком много говоришь помолчите по молнии ничего не говорить ну блин что же вы какие странные если вы зашли я же не могу чисто под вас одного подстраиваться большинству кто уже давно на канале они привыкли что я постоянно базарю что-нибудь бывает конечно отъезжая на левые темы это норма но тема интересней я уже тоже про этого и вам говорил недавно что раньше я чё-то там смотрел рестлинг что-то мог сам порассказывать в связи с рестлингом да сейчас на этого не касаюсь ну и ладно как коменте здесь просто ну чё тюнап матч и тюнап матч матч как матч что тут может произойти крутого ну разве что что то новенькое что мы выучили например перед финишер я еще не умею по моему я вроде себе этого не покупал возможность но чечен финишер у нас имеется это круто это прикольно выглядит это очень классно и еще мы умеем ломать комментаторский столу карусельки пошли но вырываемся конечно мы из этого пина я думал кстати будет желтая штука но по-моему для нее тоже нужно о кик какой неплохой хайкик но дали рио дали рио по барабану он стоит на месте все норм а вот так а чё я ща буду делать то а все понял это опять дробкик да и это с ноги просто в лобешник в принципе прием не особо меняется я думаю нужно будет как-нибудь мувсетик чуть чуть подменять вот этот удар жопа я тоже хотел сменить но ой дали рио молодец но все время забывал это сделать ну думаю ближе кро я уже себя под изменю еще чуть-чуть и потом мы сможем себя импортировать я так понимаю в саму игру то есть у нас уже есть макси да и будет еще новый но я думаю что его того который уже имеется нужно будет просто заменить да и все считаете там у меня вообще отирки старые там джинсах он еще да вот это вот все финишеры ну я в ток финишеры меня ламу с этики вроде стандартные там что-нибудь такое не знаю это неважно в принципе так нужно будет и правда купить себе муфифы какие-нибудь или что-то типа того эй далио куда-то и лезешь но салатинку дарили ему пойду-ка я лучше вниз разберу комментаторский стол все-таки хочется посмотреть что мы умеем делать кстати да я забыл уже просто комменты что я там еще спрашивал в прошлой части в 15 я конечно же спрашивал насчет приемов какое лучше сделать себе дам на комментаторский стол и люди написали что лучше не ставить аркио но я ничего так так как я ничего не меняла но еще осталось поэтому сейчас если будет амг момента это будет аркио вот здесь у меня видите сигнатура а нет дабы ландер хук пайл драйвер все нормально все таки да соглашусь с теми кто пишет то поставить на бомбу но немножко неправильно коля у нас в группе сравнение предприявил что мол рк о там я падаю больше себе на спину и прочее да так дарил ничего не с реверсил что мол урон наносится не мне в основном сопернику так и бум ну да выглядит конечно это со стороны у а red box big moment нам дали короче атирку ой атирку ачивочку какую-то до восьми дочитал же рэв на инна на инна до девяти и сейчас будет тен тен все вот интересно и считается ли вот такой поступок вот такая победа по отчету как хильская но я конечно не особо уверен но мне почему-то кажется что все-таки фейса они славятся как чистым пином вот реально взял как мужик и выиграл а вот так как-то ну фиг знает ну чё мы замочили его замочили арки и ошечку забацали и все то есть к чему я говорил то что писал коле если кто не видел что когда делается рк ешь то ну на стол это выглядит не очень ну как бы эффектно круто но не эффективно в плане того что я падаю сам на спину на стол и чувак мне как бы подбородком только на плечо падает но ему как стать тоже может быть больно смотря как он принимает конечно процент но он падает на живот тоже короче неважно я просто сказал что пример это немножечко неправильный и суть я понял что есть я согласен даже что нужно поставить какую-нибудь бомбу или что-то типа того что арки о как бы это пусть будет рэнди ортоновская я сравнил это с гробовой плитой там тоже сори вы блин человек который проводит гробовую плиту он падает на коленке а если он правильно проводит по технике тот тот кому проводится и мощи пофигу он головой даже не ударяется ну по идее если вы делали томсона хоть раз вы это должны шарить но если не делали то прежде чем провести посмотрите как это сделать безопасно для вашего соперника которому вы будете делать ну может быть младший брат или сестра я не знаю кого мы лучше на мягкой игрушки ладно давайте дальше так ну короче nice match бла-бла-бла четыре звезды нам дали это неважно мы победили по отчету я кстати не посмотрел за полоской ну еще раз говорю что заранее предупреждал в принципе об этом говорил спрашивал но никто ничего не написал значит всем особо пофиг да по моему прибавил может не прибавилось по крайней мере меньше точно не стало полоски хилла насчет чего я спрашивал и предупреждал насчет того что вот эти матчи дарк и тюнап я тюнаповский только играю я их буду стараться делать быстро пусть это и смакдаун да но хотелось бы чтобы экшен больше происходил и ну как быстро я даже сейчас не ожидал что рэф отчитают я думал он еще залезет мы еще с ним подеремся я еще сделаю какой-то финиш но хватило только омг одолерево не встал и сами знаете что дальше произошло на прежде чем начать тексты нажать экстэвент я хочу зайти нет апгрейд в апгрейд и скиллы нет это не здесь а белочки а стоп так у меня же есть мусс и точнее как я забыл тоже прикиньте что если поставил ту фигульку на у нас четыре тысячи скиллпоинтов м и 102 тысячи виси тут всего лишь сколько двадцать двадцаточка нужно да двадцаточка а нас аж сто две тысячи ну на и сможем открыть но что покупать сюда я даже что-то не вижу что у нас там мало скиллпоинтов если честно давайте скилл зайдем дабл финишер я вот не по а все понял понял эльмин еще нет самое главное что что мы хотели и конечно же это где это штука то стилки чувствуется дайв по моему я пропустил а да баррикад брейкер восемнадцать тысяч виси покупаем ставим галочку обязательно потом ну тут очень если честно много чего можно понабрать но я думаю что у нас под конец уже будет тут весь список так слэм а через клетку ломать клетку это все не то так сейчас посмотреть надо пронде детей это у нас а а за пределами наверное канатов даде детишка хотя я не уверен просто я могу спутать торпеды но старте точно уже не спутали сейчас ее возьму как она нет не торпеда а да все правильно торпед дети три финишера нужно и 50 процентов стамины но я думаю что если я куплю то я могу забыть или случайно как-нибудь потом вспомню что я умею это делать супер супер дропкик стил кейдж так суицид дайв на суицид дайв у нас на халяву стоит не как финишер никакой мг момента просто римов за трумбакл развязывать подушечку если я не ошибаюсь может и быть я не прав это норма скул крэшен биг бут а вот эта башку ну все норм это мне нравится тоже когда чувак стоит возле железной этой хрени внизу можно с ноги ему вух зарядить суицид дайв сказал уже на халяву супер дропкик супер дропкик ботом роуп а это типа а это как у романа рейнса да это тоже классно почему бы и нет но все бабки на заканчивается с ли чем и мы мы их еще можем потратить на урок с каким-нибудь супер мега чувак оку так ноу ноу стоп я че то там это самое галку пропустил а ага либо супер дропкик либо торпеда дидите мы короче должны выбирать но здесь нужен один финишер а на торпедку 3 поэтому одно взаимозаменяемо на другое ну конечно из торпеда и дропкик классно выглядит торпеда наверно покруче даже ну раз три финишера нужно дать я оставлю себе пока вот это если что потом поменяем ну вот и мы можем конечно потратить весе на урок с каким-нибудь персом но я даже не знаю хотел я взять рвд но я так и не понял дадут нам если чего камбэк или нет можем конечно изи проверить тренировка с робом ван дамом будет ли доступно да доступно 17 500 давайте пусть она будет я не знаю и кури письму в сет то есть он мне сам весь поставится не не сам по сам зайду посмотрю так еще я чё хотел атрибуты но атрибуты от скиллпоинта нам они еще нужны нам нужно еще увеличивать будет дальше вот эти штуки всякие так что тут еще очень-очень много чего нам пригодится так под 70 в принципе уже тут под 75 будем подгонять более-менее а все все тут уже либо пределы либо дорого понимаете ли и особо никуда не деться ну ладно пофигу короче потом наменяем сотка у нас осталось и я хотел убрать сраный ремень ну сорян что я вот так вот в азии конечно мне просто я могу забыть по 8 7 стал скилл кастом айс первенство этот это я думал я уже поплыл смотрю на грубовщика он отдаляется в футболе у меня уже глючит так уйди отсюда пожалуйста на клоузин лава баде белл нет они нам совсем не нужны мы нажимаем так нам на 2 до 100 лет ремень у нас должен убраться хотя и говорил там что я на ро только буду менять одежду но это ремень он реально стал выделяться а че на 1 только убралось ну блин ну ладно че на 2 берем я думаю просто стоит на сразу 2 терки ну то есть на выход и на ринг а не все убралось все нормально уходим назад сохраняем и можно идти в бой в принципе себе новых штук понаставил теперь мы у нас есть ему фиф оказывается я просто прослоупочил этот момент так че я еще тут добавил мгшка внизу баррикад брейкер ну в общем по ходу боя если будет финиш где то что то там в любом случае всплывет как нибудь вспомним но пора уже воспринимать себя как рессера практически суперсильного 82 скил это уже серьезно ой сколько у нас уже 83 я только что смотрел 87 наверное да вот и то есть ну в плане того что серьезно я имею ввиду что мы умеем все практически и нужно пытаться при любой возможности делать то что мы желаем до 87 даже максимум что чувак только что смотрел свой скилл называл его и запутался мне еще говорили что заходить нужно будет ну так редко в перформанс центр я не вижу смысла туда даже ссуваться там злые люди нас там не любят давайте давайте зыркать уже что будет там следующим событием роман рейнс теперь у нас чемпион добби у мистерию забрал или за за дефл защитил титул забрал наверно потому что рей у нас был чемпионом ой блин думал что за садомазохист может дарк матч провести а чё что там нам в дарк матче больше виси но меньше ага я не хочу драться с этим челом я буду с джеком джек давай драться джек джек я вызываю тебя на бой джек джек бомфаер джек давай драться смотрите какая зла эта мина она просто готова порвать за макси то мой мужик говорит порву суки джек такой меня порвешь так все начинаем драться выходов у нас нет выхода нет как поет сплин выхода нет все бой начался в принципе уже секунд как двадцать назад ой а что не довел меня джек обманывает все а я все таки выиграл борьбу эту теперь я выкручиваю ему руку нравится джек джек ну джек что ты залезался то как на свиданку ты пришел драться сейчас твои волосехи растрепиздим растрепаем так получилось растрепим ц focal как у меня не получилось не получилось затащить растрепать волосы Джека Сайгера я не ebenfalls лезет в борьбу но что такое любишь то обниматься я помню с макдаунин тоже постоянно возюкался с чуваками внизу правда ну в хорошем смысле все нормально в плане борьбы все окей так не забываем про нашим немножечко гиммик если вы не помните и не понимаете что что я сейчас сказал что за гиммик какой гиммик у макси если вообще знать что такое гиммик а то бывают люди не знают что такое фейс и хилл но это думаю проезженная тема на моем канале по крайней мере все прошаренные так вот гиммик как бы как клоуна но такой фейса хилл получается да твинер типа как говорится народе вроде как я говорил то есть я вроде бы и норм вроде бы и не норм а это было заметно классно в юниверсе прям у меня словно игра понимала в 14 части я не помню каких конкретно там эпизодах когда у макси выступал а я себе придумывал так скажем ну как так относительно фантазировал гиммик такого шута шута такого хитрого шута и мне игра прям способствовал на нашем бренде овешном там прям было классно когда я должен был по пожать руку типа все я добрый чувак а тут бац из под тишка там в гузло чувак у нас кулака и все это блин реально игра поддерживала гиммик я не знаю как будет здесь универсим если честно вот мне все пишут давай уже и универсом типа параллельно проходи вот сейчас даже может кто-то задавался кстати вот этой мыслью когда я сказал что я хочу еще какую-то другую игры и игру проходить но не рестлинг и кто-то может быть подумал ну ты можешь тратить свое время на юниверс было бы тоже интересно посмотреть но нет это опять же все таки рестлинг я просто не вытяну столько играть мне очень хочется пройти все очень много всего но времени не так много снимать я бы может быть и был рад наверное если бы еще и проще все снималось если бы допустим я когда записываю видео я его сразу же прям мог заливать готовое со звуком да с одной звуковой дорожкой прямо на youtube но к сожалению не так приходится еще тратить время чтобы она рендерилась чтобы потом заливалась все это конечно стопорить немного процесс если бы всего этого не было может быть я бы и пилил там прям каждый день и по два и побольше но я не люблю вот лично я подписывался на некоторые каналы популярные там не буду говорить какие там игровые еще что-то не важно на и когда просто там каждый день на почте у тебя по два три видео просто я не понимаю как люди столько снимают и как люди другие смотрят столько блин я не могу столько у меня столько времени было когда конечно в школе учился может быть и было но честно сейчас не особо ох ребят если бы у меня еще и было то ну как бы весна понимаете если бы у меня еще был еще один человек с которым мне приходилось общаться и выделять времени то я думаю что видос вы наверно один в неделю выходил тогда но вам повезло мне нет что еще пока нет но вы понимаете чем я так ой 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 джек свеггер уж тому тяжелый друг я трогаю канаты смотри хорока каната трогаю дамина ты такая слупок ул возмущайся возмущайся отпусти меня джек я тебе заплачу я заплачу тебе да я запарился нажимать уже крестик алёа высочекает шпиле тут ой капец чуть не задушил меня свеггер алёшка то что джек джек джеклсон джек джекулька стой нет хочет хочешь сделать что-то такое сигнатуру он не хочет сделать но получит мою получит мою и от меня дуло ум нравится тебе доход целых тебе не нравится мне пофигу и сделаем чардж финиша чего а мне кажется или я Мать той, так это же финишер Джека Свегера. Гатринч бомб. У меня еще был камбэк. Раз, два, три. Не, не три. Хрен тебе. А-а-а-а-а-а-а. Ты думал, я смешной? Да. Камбэчим. Ой. Ой. Украл у нас камбэк Джек Свегер. У него получается сигнатура. И он меня шпилит в мою ногу. Ну, она у меня не больная, конечно. Но начинает действовать, видимо, на нервы нам Джек Свегер. Канаты. Шнурками, наверное, зацепился. А, если я хотел камбэк сделать еще. Но я забыл про это. Сорян. Взял урок у Роба Ван Дамма и забыл. Туак, вылетаем мы совсем вниз. У Джека есть финишер. Это очень опасно. Камбэк не дал нам провести. Гаденыш такой. Попробуем реабилитироваться. Ну, конечно, украденный финишер мне понравился. Хорошо, что я теперь умею это делать. Мне прям жутко это нравится. И потом еще заржал, так как камбэк, да? Типа, аааа, чувак, я только что сделал твой финишер. Ха-ха-ха, это смешно. Я злодей. Злодей в виде клоуна чокнутого. Меня часто называют чокнутым, но так, в шутку, знаете. Но слишком часто называют, что я аж верю им. И я, по ходу, чокнутый немного. Томин, не трогай его, не трогай. Все нормально. Ща мы прыгнем на него. Ай белии, бакенфулла. Ай, не прыгает, не прыгал, о, прыгает. Элбол дрооп. Еее. Хардккор, мадапака. Мадапака, хардккор. Блин, есть у него финишер. Мне не нравится. Джек, Джекулька, Джекушка. Ты что? Я тебя переверну, как котлетка на сковородке. И что будем? Наступим ему, и это будет с ноги. С пятки в лоб получает Джек Свеявер. Сейчас я думаю, он среверсит. Нет. Рачком, рачком. С коленочки в глаз. И Некбрейкер раз. И есть у нас Сигнушка. Сигнушка, вставай, Джек. Оп, я тебя подловил. Нет, смотрите, почему-то я провожу ему Некбрейкер. Каттер это круто, но, блин. Надо подводить иметь. Надо уметь подводить. Ну-ка. Р-2. Так ускоряется. Нет, это что-то не то всё. Чёрт, я, блин, с этими экспериментами. Эксперименты запутался и... Я не знаю, как вести чувака, на самом деле. Когда вот он шатается, как мне его схватить? Чисто опасно. Блин, гаттридж-бомб. Ответочка. Или, ну, гаттридж ведь, да. Всё правильно вроде. Гаттридж-бомб. Чёрт. Нет, нет, Амина. Люблю тебя, спасительница моя. Хер попадёшь? Ты погоди, ты, Джек, отпусти меня. Фуф, попал. А чё, она разве не отвлекает совсем? Джек разве не должен отпускать? Чёрт, теперь я остался один на один с этим зверем. Но у меня сигна. У него её нету. Эйть. Ой, щеканка, больно. Реверсируем. Уворачиваемся от атака Джека. И нам... Вот мы возле канатов. Нам нужно этим пользоваться. Клоузлайн. Ах, как Ортон. Завёлся, завёлся немножечко. Как я другу говорю с утра, ты чё, завёлся? Ну, на машине, типа. Типа злой. Ну, блин, вы поняли, короче. Так, попробуем стырить. Стырить ещё раз финишер. У Джека Свегера. Может быть, заржём опять. Главное, чтобы не среверсил. Пожалуйста, пожалуйста, Джек, нет. Мать твою, как знал. Бежим. Бежим отсюда. Опять сигнатура. Это Джека Свегера. У него есть два финишера. Чёрт возьми, походу, я проиграл. Тамина мне уже не поможет. В полоску я... Попадаю! Попадаю в полосенцию, ребята. Ой, ё-ёй, стебётся надо мной Джек Свегер. Как я люблю делать над чуваками, которые ползут. И я пинаю им в животянский, чтобы они не смеялись надо мной. Я должен смеяться. Чёрт, чёрт. Походу, я реально отчёркнутый. Так, уф, мэн. Нам бы забрались, конечно, финишер. А вообще, мне вот говорят, попробуй себе поставить там на финишер, на второй сабмишин какой-нибудь. А мы же умеем делать сабмишин и без финишеров. Мы вот жёсткие немножечко. И мы умеем делать вот так вот. Эй, давай, подержимся за ручки. Тебе же это так нравится. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не, ну с мужиками я не люблю за руки держаться. Но мы умеем делать боль. Доставлять боль. Оп, на булку наступил. Оп, за булку подержал. И шлёпнул. Шлёпнул хорошенечко. Рок. Рэфу досталось ещё. Бум. Оп. Тихо. Что-то пошло не так. Вот. А теперь на спятке прям в лобешник Джеку Свегеру. Ну как же тебе мне до канатов-то докинуть-то, Джек? Я реально не понимаю. Вставай. Просто... Да нет же. Да почему? Блин. Гайз, я реально не знаю, как мне это сделать. Мне объясняли. L2, R2. Я знаю. Но он просто разбегается. Это потому что L2 нажимается. Если нажать чисто R2, то он тоже не берёт его. Если нажимать крестик как захват, то он делает ему какой-то приём. А как чтобы просто тащить, я не понимаю. И сриверсировать не получается, но теперь точно всё. Это всё потому что я хотел сделать секатор. Вот. Тот случай... А, канаты! Э! Китайцы! Нет. Ну, а почему не канаты? Меня интересует этот вопрос. Почему не чёртовы канаты? Вы видели, где моя рука была? Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ну, типа, поздравляем фанатов Джека Свегера. Видимо, нарыпался я в него в начале. Но это всё катер. Чисто проиграл из-за того, что... Ну, люди любят. Я так понял, когда в карьере я проигрываю. Это прям как праздник. Ну, ладно. Мне сейчас показалось, что был... Я немного канатов-то касался, не? Сейчас покажу там ещё раз. Вот здесь. Ай, не видно с той стороны. Ну, левой рукой, ну, трогал. Прямо ощущал. Эх. Ну, да ладно. Может быть, оно так и должно было случиться. Американский американец. Американизированный америкосец. Америчи... Чи-чи-чи-катила. Америчи-катила. Блин. Ну, ладно. Что-то я совсем загнался. Ну, и что будет дальше? Амейзинг. Меня этим не утешите. Это был Даркмач, так что по телеку не видели, как мы проиграли. Ха-ха-ха. Я хитёр, я хитёр. Ну, и что будет дальше? Просветите нас, пожалуйста. Пожалуйста. Быстрей. Хочу увидеть я. Скорей. Так. 7000 нам, в принципе, подписчиков дали. Но, по сравнению, да, конечно, на матче МГДД 25. 7000 – это в 3 раза почти в 4 меньше. Дальше, я думаю, ничего интересного тоже не будет. Опять выбор этот стандартный. Ага. Сорян, но я должен зайти в Customize и в Moveset. Всё-таки мне интересно, камбэки появились эти или нет. Ну, я бы поменял здесь очень много всего. Здесь, опять же, к тому разговору, что я только кропа меняю себе, Moveset. Там, удар булками и прочее. Финишеры, сигнатуры. Но здесь я добавляю. Я не изменяю. Я добавляю то, что я себе, возможно, подсуетил. Так. Камбэк. Камбэк у нас стоит суперстарский. Ну, это типа Джона Моррисона, да? Я так понял. Вот, да, у нас появился РВД. По-моему, его не было. Ну, да. Но здесь почему-то камбэки не выглядят суперкруто. Посмотрим, как это будет в матче. Ну, да. На самом деле он добавился. Всё хорошо. ОМГ. Всё. Хорошо, что я сюда зашёл. Вот, на самом деле. Я поставлю себе бомбу, как я и обещал, да, какую-нибудь. Ну-ка, зайдём в Special Moves. Ну-ка, тут вот новенький, который. Это вообще nice. Package Power Bomb. Это то, что стояло у Славика, вы видели в онлайне. Ну, это тоже прикольно, но это жесть. Бум. Так, по-моему, чувак может все спины сломать, потому что из-под него вылетает стол, получается. Он ещё как-то подает. Так, тоже классно. Ну, я тут залипал в прошлой части. Это тоже жесть. Ну, тут, не знаю. Если хотите, чтобы было больно прям чуваку, ну, я не знаю. Ну, вот Spinning Power Bomb. С разворотом, получается. Тут пусть она будет стоять, нам вообще пофигу. Ну, и качень, конечно же, суперкик. Суперкик это не обсуждается. Это классно. Тут, конечно, и кодбрейкеры. Это всё прикольно. Это просто... Не знаю. Осом. Невероятно просто. Найсики. Ловить на аркею это тоже классно. Бум. Но Switching Music это бац. Я удивлялся, как чувак складывается. Каждый раз тут постоянному. Залипал просто на самом деле здесь. Ну, можно ладно, в матчах позалипать. Прикольно. Ну, всё. Я вроде больше здесь ничего не должен себе был изменить. Жопкой это всё потом поменяем. Ближе к рову. Может быть, если прям вообще надоест. Хотя чуть-чуть уже надоедает. Может быть, даже поменяю. Сейчас посмотрим, что будет следующим событием. Ладно, если будет тюнап или обычный, ну, dark match, то сыграю. Если будет что-то интересное, то интрига, привет и до следующей части. Но мне кажется, что я снял где-нибудь минут на 30. Я не уверен, конечно, но... Who knows? Not me. Всё, отсюда сваливаем. И переходим к следующему событию. Следующее событие... Всё то же самое, по-моему, да? Да, 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 да. Ну, берём тюна против Тайсонакита, играем. И я думаю, что уже после этого боя должно быть что-то интересное. Я сейчас попробую реализовать... Может быть, если появится камбэк, попробую, может быть, сломать ещё стол. И, конечно же, баррикады. Мы умеем ломать баррикаду, но давайте сейчас попробую в последнем матче показать всё, что смогу. Но я уверен, что я чё-нибудь да забуду, что-нибудь да не проведу. Или вообще... Вообще, точнее, проиграю. Как Джеку Суэгру. Но там был дарк матч, как я уже сказал, и по телеку это никто не видел. Только видели вы, но это останется между нами. Секретики, секретики. Чокнутый профессор проиграл. Я же, как бы, химик-технолог. Я чокнутый профессор. Точно. Ну да ладно. Блин, ну жесть, конечно, 10 лет отслужить здесь. И прошло только 2 года. Сколько же ещё частей? Под полтинник, да, наверное, так и получится. Вот правильно написали в комментах. Под полтинник комментариев где-то и будет. Ну, это, конечно же, многовато. Серий. Ну, кто-то написал, что смотрел кого-то там части, все с титулами. Ну, может быть, не всё выкладывали. Вот, допустим, эти дарк матчи тюнап. Там один, может, выложили. Типа, ничего не было беспалевно. Это куда ты хватаешь-то, Макси? Ты что, в шары долбишься? Свинниг-некбрейкер. Я думаю, комментаторы замолкли. Вообще ничего не говорят. Думаю, что за пацаны там выступают. Пойду чайку попью. Нет, заговорили. Опа-цет. Это, наверное, так смешно смотрится. Мягенький такой. Мягенький. Сначала залетаю с таким эхэхэй-размахом. А потом, можно я тебя уроню? Типа, типа с тонкоулт. С фоткой, типа с тонкоулт с Т-8. Ну, и как бы. Так. Бум, удары в гузло. Ну, это всё одинаково. Блин. Видимо, мувсет такой. Я... Эй! Не знаю, что ещё. Вам пытаться новое сделать. Я вот вроде нажимать пытаюсь в разные стороны. Тут прочее. Но что-то всё одно и то же проводится. С пятки в нос. Ага. Знакомые вещи. Ну, это потому что дарк, тюнап. Ну, конечно... Нет. Я понимаю, что ход боя не особо-то должен влиять. То есть, поведение в матче. Тюнап. Там не тюнап. Но... Вот оно пошло. Смотрите, что-то новое вроде, да? Нажимаем разные кнопки. Реверсы, таз, накида. И привет, Рашлэксвип. Давно тебя не видели. Эм... Нормальный. Я вроде схватил его за башку. Начал уже размахиваться хэ-хэй богатырским ударом, но... Дуалшок разряжается. Печалька. Сейчас так бас разрядится, когда мне будет пин делать. И всё, привет, приплыли. Вылезай из лодочки. Я первый. Ну, блин. Нужно пытаться тогда выигрывать фастом, но я пообещал вроде как что-нибудь показать крутое. Посмотрим. Показать крутое, где нельзя биться предметами или чем-нибудь ещё можно, но сложнее немного. Эй! Жаль, у меня нету сейчас финишера. Ты что, дурак? Ты же на меня прыгаешь-то. На тебе. Любишь с пятки в лобешник? Я думаю, тут все натренировались уже. Принимайте от меня этот приём. Опа, вот это нифига себе ты придумал. Братан, ты что? Ну-ка вставай. Get up, stand up. Опа. Вот как мы умеем прокидывать на канаты пацанов. Аперкотиком таким. И опять с этой камеры. Катер. Ну сбоку он смотрится круче, на самом деле. Повтор может покажут нам. Слушайте, а что будет, если я стырю Тайсона кида в финишер? Не могу. Не могу. Куда ты ушёл? Я не могу. Я не могу украсть у Тайда. У Тайда? Дурак, завязывай в доту играть. У Тайсона, конечно же. Блин, он проводит нам сюплекс. Сюплекс. Вы любите сюплексы? Чёрт. Походу, он что-то задумал. Но я не могу, наверное, тырить, потому что у него... Ну, хотя нет, финишер-то у него на ноги, наверное, там чё-нибудь. Ну, чё-то не мог. Чё-то, видимо, не хватало мне. Кальция какого-нибудь. А чё-то у МГ был? Реально мне не показалось, там был МГ момент. Я чё-то... Чё-то мог сделать крутое. Ого! Это чё такое? Я такой штуки ещё не делал. А-а-а, нихера. У меня лицо сейчас исказилось, типа. Воу-воу, Макси что умеет-то? А что за МГ? Он сейчас стырит его, да? Нет. Развернул. А чё это такое? А чё это такое? А вы посмотрите, что это творится с Макси. Ты что это разбушевался? Макси... Тамин, отойди, а то я тебе сейчас Хориконрану сделаю. Отойди! Дроп! Ха-ха-ха-ха! Блин, она ещё хотела его ударить или чё? Ну, короче, нормально. Нормальная тема. Слушайте, а мне понравился. Я думал, он по-другому чуть проводится. Ну, классно. Классно. Реализовали. Первый финичер реализовали хорошо. Еее... А мы же должны поржать. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Но весна, обострение. Вот подумать, что у чувака сверху, там на пятом этаже, тоже бывает обострение. Особенно, когда он в доту играет. Так, опять я на эту тему дурацкую. А я прыгать еще не умею. Я умею только угрожать. Собака. Умею только угрожать людям. Вот. Еще не хайфлайер, как Тайсон Кит. Накачивающий воду. Иногда. Ты что, бежать собрался? Спринтер, что ли? Блин, он меня обманул. И запульнул в стил степс. Но я хотел сделать с ним то же самое. Не получилось. Реверс. Бумс. Ничего так прилетело. Мне показалось, что ли была сигнатура сейчас написана, когда Тайсон Кит валялся. Ой, простите, я поконтузил чуть-чуть. Джерри, тебе нужен мониторчик? Сикс. Лежать. Лежать, я сказал. Лежать, ты что? На. Эй, поймал мою ногу. Пнул вляху. Ну, решил залезть, что ли? Эй, стоять. Эйт. А ты знаешь, что следует за Эйт? За Эйт следует Найн, а Найн это Девять. А потом будет Энн, Макси, ты сам залезь. А я же залез. Ничья? Ха-ха-ха. Па-а-ак. Па-ак. Ничья. Да хер ли он так быстро считает? Какая нахер ничья? Давно ничейки не было. Ну, это был мой матч, если честно, моя победа. Но я что-то задержался, задержался. Ну, а если бы я залез первый, то я бы победил просто и напросто. Ну, мне просто повезло, что я поймал тай с накидом, когда он бежал уже от меня, словно чума щечи, и пытался залезть на ринг. Но я, видите, поймал его и доставил ему неудобства. Напинал чуть-чуть и все, и он слег, отъехал, как говорится. Ну, птица-синица, у нас так говорится. Very good. Здесь даже хорошего ничего не было, по-моему. Вики Герреру все на одной волне зависло. Ничего нового он нам не предлагает. Но мы будем надеяться и верить, что, может быть, сама игра нам предложит. Хер с ней с Вики. У нас тут уже SummerSlam, теперь, TheFits написано, видите? Или я просто не вижу палочки словить TheFits. А, вон, вижу. Если по шару Мутант, ну, теперь Сина чемпион. Что-то по сабмишну выиграл у Романа Рейнса. У нас тут просто... А, тут вот он защитил. Нифига, у нас неделю прям летят. И Джон Сина теперь чемпионка SummerSlam 2017-го августа. Ну, что дальше? Блин, дальше все... Эх, Сантина, тебе весело. На мне идет что-то нифига. Опять эти TUNAP Dark. Ну, я думаю, что, вот, не знаю, жопой чую, что это будет последний, ну, максимум предпоследний бой TUNAP и Dark, где у нас ничего не будет происходить. Дальше уже, ну, хоть что-то. Ну, пожалуйста, ну, ну, Вики, ну, дай нам что-нибудь. Она так, типа, пальцем держит. И мне, ну, знаете, волнообразные такие эти движения. Я не могу это передать словами, как это делается. Ну, так, типа, а, 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 ну, вы поняли меня. Короче, что, я должен попрощаться, наверное, этой части. Если какие-то детали упустила, о которых хотел сказать, то, может быть, вы сами спросите или напишите. Вот. Назад я уже тут не выйду. Придется только совсем ливать отсюда. А, тут вот игры, игры уже готовые. Вот это вот, Valiant Hearts. Точно, вот я про нее говорил. Ну, Control Spy, это я так скачал побаловаться. Ну, и остальное все на PS3. Infamous я, как ты, на стриме играл. Мне не понравилось. Там квадраты одни были, и на YouTube не запилить. Поэтому не получилось. Это не вариант так делать. Ладно. На этой части я с вами попрощаюсь. До следующей я ее запишу завтра, надеюсь. То есть, вот эту я залью во вторник, следующую в среду. А вот в среду уже мне будет тяжковато снимать. Хотя днем... Ну, я постараюсь. На неделе каждый день и со вторника начинаю выпускать. То есть, снимать я начинаю с понедельника, но выпускаю на день позже. Как вы уже поняли. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Следующая часть не должна долго затянуться. В плане ожидания ваших. И надеюсь, что там уже будет экшен. В отличие от сегодняшнего. Но сегодня тоже, конечно. Матчи, они есть матчи. Все равно что-то. Но интересно, когда есть какой-то сюжетик. Сюжетик или что-то подкрепленное. Закаляющий интерес. Конечно же, понятно, все интереснее. Но нам ничего не дают. И никто не дает. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максон. До следующей части.